В наше время В наше время жить без использования электрической энергии, самого удобного вида энергии, немыслимо. Ее можно передавать на огромные расстояния, в огромных количествах, с наименьшими потерями. Ее можно преобразовать в любой другой вид энергии. Можно привести бесчисленное количество примеров разнообразного применения электрической энергии. Что же такое электрический ток? Если натирать шелком или мехом стекло, янтарь, смолу, каучук и другие вещества, они приобретают электрический заряд. Одни тела заряжаются положительно, а другие отрицательно. Вокруг электрического заряда всегда существует электрическое поле, благодаря которому между заряженными телами происходит взаимодействие. Одноименно заряженные тела отталкиваются, а разноименно заряженные притягиваются. В металлических проводниках носителями электрических зарядов являются электроны, оторвавшиеся от своих атомов. Такие электроны могут свободно перемещаться между атомами, поэтому их называют свободными электронами. Если проводник поместить в электрическое поле, то хаотическое движение свободных электронов превратится в направленное. Направленное движение заряженных частиц и есть электрический ток. В процессе перемещения зарядов электрическое поле в проводнике исчезает. Для получения длительного электрического тока необходимо иметь источник тока, который бы поддерживал электрическое поле в проводнике. Таким источником тока могут быть небольшие электрические машины, гальванические элементы, аккумуляторы, мощные генераторы и другие. Все источники электрического тока сами по себе не создают электрической энергии, а только преобразуют в нее другие виды энергии. Основными источниками тока для народного хозяйства являются специальные машины, генераторы, которых механическая энергия превращается в электрическую. Большую группу источников тока составляет устройство для преобразования химической энергии в электрическую. Если в раствор серной кислоты опустить два электрода, медный и цинковый, и соединить их с лампочкой, то увидим, что в электрической цепи появился ток. Вследствие взаимодействия цинка с кислотой происходит разделение заряженных частиц. Цинковая пластинка приобретает отрицательный заряд, а медная положительный. В процессе растворения цинка в цепи возникает электрический ток. И по внешней цепи свободные электроны перемещаются от цинка к меди. В так называемых сухих элементах вместо медного электрода взят угольный. Электролитом является нашатырь, замешанный на клейстере, а отрицательным электродом является цинковая оболочка. Если сухой элемент включить в электрическую цепь, то химическая энергия будет превращаться в электрическую. При работе гальванических элементов разрушаются электроды и изменяется состав раствора. Поэтому со временем отработанные химические элементы приходится заменять новыми. Химические процессы в них необратимы. Источником тока с обратимостью химических процессов являются щелочные или кислотные аккумуляторы. Простейший кислотный аккумулятор представляет собой две свинцовые пластины, погруженные в раствор серной кислоты. Но такой аккумулятор еще не является источником тока, так как он не заряжен. Для зарядки аккумулятор подключает к источнику электрического тока. Теперь аккумулятор сам становится источником тока и к нему могут подключаться различные потребители. В процессе работы аккумулятор будет разряжаться и восстанавливать свое первоначальное состояние. Другое происхождение имеет термоэлектрический ток. Если спаять концы двух проводников из разных металлов, например, из висмута и меди, и место спая нагреть, то в цепи возникает электрический ток. Тепловая энергия преобразуется в электрическую энергию. Такое устройство называется термоэлементом, а возникающий в нем ток термоэлектрическим током. Из таких термоэлементов собираются электрические батареи для питания радиоаппаратуры в экспедициях и на зимовках. Превращение энергии светового тока в электрическую энергию происходит в фотоэлементе. Для изготовления фотоэлементов используются селен, цезий, сурьма, кремний и другие вещества. Фотоэлементы широко применяются в звуковом кино для воспроизведения записанных на пленке звуков. Для измерения освещенности в производственных помещениях, при фотокиносъемке, в автоматике, в космических аппаратах. В металлах носителями электрических зарядов являются свободные электроны. Они хаотически движутся между положительно заряженными ионами кристаллической решетки. Сумма отрицательных зарядов всех свободных электронов равна сумме положительных зарядов ионов решетки. Следовательно, металл электрически нейтрален. В цепи электрического тока нет. Если в проводнике создать электрическое поле, то все свободные электроны начинают двигаться в определенном направлении. В цепи возникает электрический ток. Иной характер имеет электрический ток в электролитах, растворах солей, щелочей и кислот. Дистиллированная вода не имеет заряженных частиц, носителей электрических зарядов, поэтому она является изолятором. Но стоит ввести в эту воду небольшое количество кислоты, щелочи, соли, например, раствора медного купороса, изолятором. Как в цепи появляются носители электрических зарядов и возникает электрический ток. Что же собой представляют носители зарядов? Молекулы солей, щелочей, кислот электрически нейтральны. В воде эти молекулы распадаются на ионы с противоположными и равными по величине зарядами. Положительные, потерявшие электрон, и отрицательные, имеющие лишние электроны. Такой проводник называется электролитом. Под действием электрического поля происходит направленное движение ионов, положительных к катоду, здесь они приобретают свободные электроны и превращаются в нейтральные атомы. Отрицательные ионы движутся к аноду. Отдав свой электрон, отрицательный ион превращается в нейтральный атом и оседает на поверхности электрода. Электрический ток в электролитах представляет собой направленное движение ионов. Действие электрического тока может проявиться слабее и сильнее. Выражение слабый ток означает, что по цепи в единицу времени протекает малое количество электронов, а сильный ток в единицу времени протекает большее количество электронов. Величину электрического заряда называют еще количеством электричества. Сила тока определяется количеством электричества, проходящим через поперечное сечение проводника в одну секунду. Во всякой замкнутой цепи электрическим током совершается работа. Нагреваются проводники, излучается свет, заряжаются аккумуляторы и так далее. лампочки подключены к разным источникам тока. По показаниям амперметров ток в обеих цепях примерно одинаковый. Но работа совершается разная. Лампа, подключенная к городской сети, дает гораздо больше тепла, чем лампочка карманного фонаря, подключенная к аккумулятору. Оказывается, величина работы электрического тока зависит не только от силы тока, но и от другой величины, называемой напряжением, которое измеряется вольтметром. Существуют вещества, по которым заряды почти не передаются. Например, стекло, фарфор, канифоль, асбест, резина, пластмассы, дистиллированная вода, сухая бумага и другие. Такие вещества называются изоляторами. Вещества, по которым заряды хорошо передаются, например, сталь, бронза, медь, алюминий, благородные металлы, растворы солей, щелочей, кислот и другие, называются проводниками электричества. Сила тока в проводнике зависит от напряжения на его концах и от свойства самого проводника. Если в цепь с источником тока включить поочередно различные проводники, то при одинаковом напряжении на концах этих проводников сила тока в них окажется неодинакова. проводника если к концам одного и того же проводника будем подключать различные по напряжению источники тока, то сила тока в проводнике будет изменяться прямо пропорционально напряжению. так выглядит зависимый сток от напряжения на графике. Теперь видим, что напряжение и сила тока увеличивается в одинаковое количество раз. То есть отношение напряжения к силе тока для одного и того же проводника есть величина постоянная. Эта величина характеризует свойства проводника и называется сопротивлением. мы знаем, что свободные электроны перемещаясь в кристаллической решетки взаимодействуют с ионами которые оказывают как бы тормозящее действие. На преодоление этого действия электроны затрачивают часть своей энергии поэтому сила тока в проводнике уменьшается. Рассмотренные нами три величины сила тока напряжения и сопротивления характеризуют любую электрическую цепь и всегда связаны между собой. Эту зависимость называют законом Ома и читается она так сила тока в участке цепи прямо пропорционально напряжению на концах этого участка и обратно пропорционально его сопротивлению. Это один из основных законов электрического тока. Открытие электрической энергии Фарадеем полтора столетия назад произвело переворот в жизни всего человеческой. Электрическая тяга электрическая выплавка металлов электрификация сельского хозяйства лечение электричеством и шерокая широкое использование в быту все это стало возможным благодаря применению электрической энергии. Энергетика Советского Союза питает огромное количество заводов и фабрик сел и городов нашей страны и соседних социалистических стран. «Энергетикация» Продолжение следует...